Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Сегодня мы разберём для вас сочный атмосферный V8 от BMW. Встречаем двигатель N62. Мы уже разбирали V8 от BMW. Тот был двигатель М62. А вот этот двигатель пришёл ему на смену в 2001 году и выпускался до 2010 года. Этот мотор напичкан всеми технологиями, которыми обладали инженеры BMW в начале 2000-х. Блок цилиндров этого двигателя легкосплавный, то есть аллюсиловый. Никаких чугунных гильз в нём нет. Цилиндры выточены в легкосплавном блоке и протравленной химией, которая обнажает кремний и создается поверхность что-то наподобие хона. На всех распредвалах этого двигателя установлены фазовращатели, а в каждой ГБЦ на впускной стороне предусмотрена система ValveTronic. Впускной коллектор здесь активный, то есть его геометрия изменяется в зависимости от нагрузок на двигатель. Этот силовой агрегат существует в рабочем объёме от 3,6 до 4,8. Разница в объёме обусловлена разницей в диаметре цилиндров и ходе поршней. Этот V8 достался семёркам E65, пятёркам E60, шестёркам E63 и, конечно же, BMW X5 первого и второго поколения. Отметим, что двигатель N62 с завода не имеет наддува, а вот компания Alpina доработала двигатель 4.4 и установила центробежный компрессор и назвала его H1. В нём крыльчатка компрессора имеет привод от шкива коленвала и такой агрегат выдавал 0,8 бар избыточного давления на впуске. Итого 1,8 бар. Этот V8 по сравнению со старым M62 можно назвать более надёжным и менее капризным. Например, вопрос с ресурсом цепей ГРМ здесь стоит не так остро. В этом двигателе в два раза больше фазовращателей, но они гораздо надёжнее. В начале 2000-х годов эти моторы дохли как мухи из-за разрушения и оплавления катализаторов. Стоило катализаторам подзабиться и начать крошиться, как возникали условия для всасывания керамической пыли в цилиндры. Если вы до сих пор не понимаете механику такого пылесоса, то просто представьте, что в некоторых непродолжительных режимах работы двигателя давление в выпускном коллекторе может быть выше, чем в цилиндрах. Особенно если проходимость катализатора далека от идеала. Так вот, поршни безжалостно втирают в керамическую пыль в валюсиловую поверхность цилиндров. Появляются задиры, появляется эллипс, теряется компрессия, а далее либо новый блок, либо гильзовка чугуном, либо же отличный контрактный двигатель от «АвтоСтронга». Но в целом инженеры BMW не виноваты. Двигатель N62 продолжил славную традицию BMW. Всевозможные уплотнения здесь очень слабенькие, прокладки клапанных крышек бессовестно текут. Каждые 150 тысяч километров бывало, что они начинали течь маслом уже в гарантийный период. Поменять уплотнения, конечно, несложно, но гораздо больше времени уйдет на отмывание мотора от протекшего масла и налипшей грязи. Если следы масла появятся на блоке цилиндров со стороны генератора, то тогда придется поменять прокладку между блоком цилиндров и опорой генератора. Иногда вместо или вместе с ней появляется утечка по масляному термостату, который также подключен к этой опорной плите. Для устранения течи масла из-под масляного термостата надо заменить несколько резиновых колец. Но это очень трудоемкая операция. Раньше для нее даже снимали подрамник, но затем наловчились, и эта операция стала менее трудозатратной. Но многое зависит от автомобиля, потому что, естественно, в BMW X5 в подкапотном пространстве места больше, чем в BMW E60. А вообще меняйте эти уплотнения плиты генератора вместе. Утечки масла в этом месте никак не относятся к генератору. Просто через его опору проходит масляный канал. Ну, а сейчас разобрать этот могучий V8 нам поможет Артур. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Рабочая температура двигателя N62 – 105 градусов. Нельзя сказать, что это очень плохо влияет на двигатель. Но действительно ресурс массосъемных колпачков и ресурс масла заметно снижается. Поэтому владельцы придумают разнообразные способы, чтобы снизить рабочую температуру этого мотора. Можно снизить рабочую температуру до 90-95 градусов, но отвечающий за этот термостат с подогревом будет быстро выходить из строя. На Западе этот двигатель остудили тюнингованным термостатом, который как раз открывается полностью при 90-95 градусах. Стоит он 200 долларов и, естественно, плюс затраты на доставку. Зато наши умельцы придумали, как модифицировать штатный термостат. Для этого понадобятся старый термостат и новый термостат, либо хотя бы старый термостат и парафин. Суть в том, что нужно отделить термостат от корпуса, то есть отделить пружину, а затем в колбу термостата, в которую вставлен нагреватель, добавить парафин. Подойдет свечной парафин, либо же парафин со старого термостата. Именно парафин и его количество регулируют температуру открытия термостата. Умельцы говорят, что вот сюда надо добавить 2-3 шарика парафина размером со спичечную головку. Проверку можно организовать в кастрюле с водой и градусником. В идеале термостат в собранном виде должен полностью открываться при нагреве до 90 градусов. На впускном коллекторе двигателя N62 сзади расположен сервопривод заслонок изменения геометрии. Это у нас спускной коллектор от более свежего мотора. Видите, он пластиковый и здесь два сервопривода. А в нашем двигателе, то есть который мы сегодня разбираем, сервопривод один и там алюминиевый впускной коллектор. При больших пробегах возникают ошибки по системе изменения геометрии впуска. В одиночных сервоприводах могут оторваться проводники от потенциометра датчика положения заслонок, а вот в парные сервоприводы может попасть масло из-за изношенного сальника вала и навредить электромотору. Потенциометра там уже нет. В развале блока цилиндров находится алюминиевая трубка, которая подает антифриз. Трубка с обоих сторон уплотняется привулканизированными резиновыми уплотнениями. И это слабое место, которое себе дает знать раз в 150 тысяч километров. Антифриз просто проливается в развал блока. Оригинальная трубка стоит 100 долларов, но для ее замены нужно полностью снять впускной коллектор. В США придумали телескопическую трубку, которую можно поместить в развал блока, не тратя время ни на разборку впускного коллектора. Настолько это актуальная проблема. Буквально в каждом N62 пришлось заменить эту деталь. Наши же умельцы разрезают трубку, мастерят уплотнение с обоих концов, а затем по центру вставляют шланг. Не удивляйтесь, если увидите такой тюнинг под капотом вашей BMW. Есть еще один вариант устранения течи антифриза – это завтуливание переднего конца трубки со стороны помпы. А вот если уровень очумелых ручек очень низкий, то для закупоривания щелей между этой трубкой и опорными пластинами используют герметик. В клапанных крышках двигателя N62 есть мембраны системы вентиляции и картерных газов. Здесь все как у всех. Если мембрана рвется, то двигатель начинает высасывать пары масла во впуск. На двигателе N62 это выражается в светлом дыме из выхлопных труб, а также в снижении уровня масла. В этом случае надо первым делом поменять мембраны. О чудо! Для мотора N62 продаются оригинальные мембраны в комплекте с крышечками и пружинками. Но цена такого комплекта 90 долларов. Обычно именно из-за трещин в мембране этот двигатель начинает внезапно поедать масло. В передней части впускного коллектора находятся трубки, по которым картерные газы уходят во впуск. На ранних N62 все трубки в виде тройников поставлялись единой деталью, а вот с 2004 года картерные газы во впуск уходят по двум отдельным трубкам. В любом исполнении эти трубки трескаются со временем, а подсосы воздуха вызывают обеднение топливо-воздушной смеси со сопутствующими симптомами. Это пропуски зажигания и неровный холостой ход. Трубки можно просто заменить на новые. Под клапанами крышками двигателя N62 мы видим сложный впускной механизм ValveTronic. По сравнению с рядными моторами здесь ничего особенного нет. Если владелец не жалеет денег, не экономит на моторном масле, то механического износа узлов не наблюдается. А вот если износились рычаги и валы этой системы, то тогда двигатель будет нестабильно работать, появятся ошибки по воспламенению, но ошибок по ValveTronic не будет. Моторчик из системы ValveTronic здесь установлены под углом коллекторами вверх. Это значит, что угольная пыль со щеток не имеет никаких шансов замкнуть коллектор на массу, как это происходит на рядных моторах BMW, где моторчики установлены горизонтально. При больших пробегах двигатель N62 может стать задумчивее, то есть будет вяло откликаться на педаль акселератора. К тому же возрастет расход топлива, но никаких ошибок не будет. Если проблема будет прогрессировать, то ValveTronic перейдет в аварийный режим. Суть проблемы в том, что износился коллектор моторчиков. Других пар трения там просто нет. Умельцы научились вскрывать моторчики для замены щеток, чтобы отшлифовать коллектор. Такая операция поможет сэкономить от $350 до $550 на покупку нового моторчика. Ну а теперь по состоянию. Никакого износа на кулачках распредвалов мы не видим. И двигатель горячий, но обратите внимание, что нет никакого лакового масляного налета, то есть масло здесь менялось вовремя и было качественным. В приводе ГРМ двигателя N62 используются две цепи. Ещё одна приводит маслонасос. Цепи на этом моторе служат хорошо, то есть примерно 250 000 км. Если цепи растягиваются, то они начинают греметь. Для замены цепей приходится вынимать двигатель и даже снимать правую ГБЦ. Такой, так сказать, капремонт на минималках. Дорого и не быстро. Двигателю N62 достались недолговечные маслосъёмные колпачки. В среднем они отхаживают 100-120 тысяч километров. Естественно, сюда же надо добавить и высокую рабочую температуру двигателя, из-за которой эти колпачки дубеют. Когда они пропускают масло, появляется светлый дымок после холодного запуска. Это сгорает натёкшее за время простое масло. Также масло может вылетать густым облаком после прогазовки. В общем, замена маслосъёмных колпачков со сказанными ранее интервалами. Это рядовая процедура для двигателя N62. В Европе и США водители пользуются какой-то чудесной присадкой в свежее масло. Говорят, что этот кондиционер для уплотнения двигателя значительно увеличивает срок службы маслосъёмных колпачков. Ну а сами ГБЦ этого двигателя достаточно надёжны. Если говорить о состоянии, то мы видим следы масложора. Никаких треснувших клапанов мы не наблюдаем. Ну что, вот те самые задиры в цилиндрах, которые любезно нам предоставила керамическая пыль из катализаторов, о которой мы рассказывали в самом начале ролика. Кстати, керамическая пыль здесь тоже отчётливо видна. Ну а пока Артур снимает часть поддона. Помните, что в «АвтоСтронг» есть прекрасный юмористический канал «АвтоСтронг ХХХ», а также «ТикТок». Хотите узнать много интересного о нашей компании с юмористической точки зрения. Обязательно подпишитесь. Все ссылочки будут в описании. Ну и перед тем, как мы расскажем о состоянии цилиндропоршневой группы, хотелось бы напомнить, что в «АвтоСтронг» есть подразделение «АвтоСтронг Логистик». Доставим любую партию груза, доставим посылку, доставим мебель. Звоните нам, и мы доставим ваш груз в любой город Беларуси и по направлениям РФ Москва Московская область и Санкт-Петербург Ленинградская область. В нашем автопарке автомобили грузоподъёмностью до 3 тонн и до 20 кубических метров объёмом. Мы относимся к каждому заказу индивидуально и отслеживаем каждый груз, чтобы он был доставлен в точку назначения в целости и сохранности, а главное – вовремя. Звоните, наши цены вас приятно уделят. Цилиндропоршневая группа двигателя N62 считается надёжной и выносливой, но только при условии качественного сервиса, качественного масла и заправки качественным бензином. При этом система охлаждения должна быть чистой и полностью работоспособной. При заправке этого двигателя хотя бы один раз некачественным бензином это может привести к задирам, даже если катализаторы полностью удалены и заменены на пламя-гасители. Поршневые кольца практически не изнашиваются, но существуют оригинальные ремонтные кольца под расточку цилиндров плюс 0,25 мм в диаметре. Но после расточки аллюсилового блока – кстати, аллюсиловый блок получается можно точить – нужен процесс химического хонингования, а этот процесс делают только на заводе, где отливали эти блоки. Не оригинальных поршневых колец для этого мотора нет, а за один оригинальный придётся отдать 140 долларов. Шейки коленвала можно точить в двух ремонтных размерах. Оригинальные ремонтные вкладыши коренных опор и вкладыши шеек коленвала стоят 70 и 16 долларов за пару соответственно. Дороговато, конечно, но если владелец уездил мотор до задранных вкладышей, то его ещё можно спасти. Не владельца, а мотор. Если говорить о состоянии, то коренные вкладыши потёрты и с глубокими царапинами, шатунные вкладыши с глубокими царапинами и некоторые протёрты до меди. Маслосъёмные кольца все закоксованы, поршневые компрессионные кольца не залегли, а коленвал визуально неплох. Верхние коренные вкладыши тоже с царапинами. Кому интересно, в блоке есть маслофорсунки. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали могучий двигатель из 2000-х годов. Если бы не вопросы с катализаторами и задирами в цилиндрах, у этого двигателя нет глобальных проблем. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях, напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».